Настольный теннис популярен во всех континентах. На президентские состязания входят в программу дополнительных видов дисциплин. Сегодня в личном первенстве соревнуются 60 девушек из городских и сельских класс команд. Все дополнительные виды имеют свой смысл, значение и ценность свою. Но настольный теннис в их ряду, конечно, наиболее. Это в свое время был одним из самых массовых видов спорта, я имею в виду еще в советские времена. Поэтому я с трудом себе представляю любые крупные соревнования, в частности президентские, без настольного тенниса. Победитель будет выявлен по олимпийской системе. Сначала девушки играют в группах до трех партий, затем самые сильные попадают в финал. В ходе игр выявилась восьмерка лидеров. Ими стали Хава Далаева, Мария Андреева, Александра Минниченко, Альмина Эректеева, Диана Морхова, Инна Баулина, Татьяна Волкова и Любовь Волокитина. В одной второй финала с четвертым столом играют Мария Андреева, Республика Карелия и Александра Минниченко, Тамбовская область. Девушки явные соперницы. Обе занимаются теннисом с самого детства. Привела меня подруга в 7 лет на теннис. Мы начали заниматься. И так понеслось, что теннис – это просто вся моя жизнь. И теперь у меня тренировки каждый день по 3 часа у нас в Дюж, в городе. И это интересно, потому что здесь мы очень много ездим на соревнования, много очень знакомых, новых друзей. Теннис развивает ловкость, какую-то выносливость. Он дает тебе много новых эмоций. И ты занимаешься спортом и спорт против наркотиков. Занимаюсь я со второго класса и не как любитель. А меня папа привел, и я начала играть. Папа давно хотел, чтобы я сюда попала и сыграла. После двух партий счет равный. В третьей решающей партии ведет Александра Минниченко 7-3. Волнение нарастает. После небольшого тайм-аута Мария Андреева собирается с силами и наносит удар за ударом. Александра Минниченко занимает третье место. Конечно, я выложилась на всю силу. Все равно не все выложила. Я не очень довольна, что третье место. Могла все-таки первое. Морально, наверное, все-таки я проиграла. Особенно с вот этим еще полотенцем. И вот тут надо было взять тайм-аут, и, может быть, я бы даже выиграла. А как-то эмоционально не справилась. У каждого игрока есть тактика такая. Какая была у тебя? У меня тактика есть подрезка, а есть накат. Я больше люблю накат. Подрезка долго. И мой характер мне не позволяет прям подрезкой, подрезкой играть. И мы почти играли накатом. И соперница тоже играла накатом. В финал вышли Татьяна Волкова и Мария Андреева из города Петрозаводск. Девушки не только учатся в одном классе, но и дружат уже давно. В итоге первой сегодня стала Мария Андреева. Ожидаемая победа была, потому что я занимаюсь теннисом уже 6 лет. Для меня это, ну, больше, чем просто спорт. Единственную партию я проиграла за все соревнования. Это девочки, которая заняла, по-моему, третье место. Из всех, да, это был сильный соперник. Потому что с ней у нас была борьба, и до баланса дошли. Я проигрывала 7-3 в третьей решающей партии. Но я собралась, потому что за меня болел даже незнакомые мне люди. И я поняла, что если я проиграю, то это будет не очень прибыльно. По словам судей, игра прошла на высоком уровне. Теннис становится все популярнее среди молодежи. Я не то, что доволен. Я вообще люблю такие сценарии, когда, скажем, девушка, которая в итоге заняла все-таки третье место, вела в решающей партии 7-2. Ну, то есть у нее там было чуть ли не 4 скрытых матч-бола. Ну, вот как бы это драматургия такая интересная. В итоге она все-таки заняла свое призовое место, а могла бы быть и первой.